Здравствуйте, дорогие друзья! В рамках проекта «Иная жизнь» мы попробуем коснуться еще раз темы, до которой до сих пор руки не доходили, а именно вопроса посредников в ареале иных миров, иной культуры. Со стороны человека ситуация более-менее понятна. Жильцы, шаманы, колдуны, священнослужители и прочее. Здесь более-менее мы понимаем, кто выступает в качестве этого посредника. Собственно, со стороны миродухов. Так ли уж резво и по вызову в состоянии откликаться Божества, Творцы Вселенной на те или иные наши небольшие чаяния? Да, в общем-то, нет. Как правило, на это в первую очередь реагируют так называемые демоны. Ну, то есть, демон название условное. Конечно же, речь идет о проявлениях тех или иных духов. Это духи, достаточно часто воспроизводимые в народном фольклоре, и, соответственно, информации о них очень много. Это и хорошо, в том смысле, что мы понимаем, откуда берется вот этот пласт народной культуры. Скорее всего, он берется из тех или иных микрособытий в обыденной жизни, которые нельзя оценить как обыденные, необычные вещи. Человек сидит в избе, тишина, покой, не знаю, там, жужжит муха какая-то неожиданно, с грохотом начинают переворачиваться котлы под печью. Естественно, это не может не возбудить. Прикорнула, так сказать, хозяйка, открывает глаза, слышит голоса в горнице, но не может ничего, значит, сказать в свою очередь, потому что она не в состоянии ни встать, ни открыть рот, хотя вроде бы при полном сознании, но при этом то, что медики определили бы, наверное, как сонный паралич. Считается, что и здесь пошалили вот те самые, так сказать, ребята, ну и так далее. Примеров очень много, и все они в той или иной степени сводятся к образам существ, которые в равной степени сопряжены и с миром людей, и с миром нелюдей. Речь идет о так называемых духах. И мы открываем, собственно, данным сюжетом целый цикл, целую серию таких вот набросков на тему русские демоны. Начинаем эту тему совершенно с точки зрения современного человека, особенно жителя городских, так сказать, железобетонных квартир. С темой безопасной я имею в виду, прежде всего, конечно, Домовые. Значительная часть уважаемых подписчиков, аудитории, несомненно, смотрели мультипликационные фильмы, про Кузию, Домовенка, масса различных сказок, рассказов. Одних имен у Домовой я как-то пересчитывал. Более 60 насчитал. Как только его бедного не зовут. Но в данном случае перед нами не стоит задача подробного освещения того или иного образа. Мы попробуем создать своего рода ряд из образов русской демонологии. Реагируйте, дорогие друзья, если вам это интересно. Такой же небольшой информационный ряд по образам хакасской демонологии тоже готов постараться представить на ваш суд. При этом нужно иметь в виду, что, конечно же, мы пробуем глубже понять закономерности иной жизни, иных миров через познание тех или иных отдельных элементов. Поэтому глубоко копать не будем. Итак, Домовой. Очень древний образ, который присутствует в мифологиях очень многих народов мира под разными названиями. И этот образ Домового совершенно отчетливо имеет под собой две ипостаси. Первая ипостась, пожалуй, связана с культом предков. Домовой имеет несомненные черты тех людей, которые когда-то жили, возможно, они в той или иной форме, так сказать, сохранились в пределах этого мира и оказывают всяческое поощрение, содействие своим потомкам. Дело в том, что Домовой, уже из самого названия понятно, это дух дома, это существо, которое сориентировано на обеспечение порядка внутри жилища. И если этот порядок обеспечивается в том числе и мужем, женой, детьми, родственниками, то усилие Домового, его только, так сказать, в какой-то мере, что называется, наводят лоск, доводят до некого идеала. Если же Домового не понимает, то, соответственно, он сильно раздражается, вредит, мешает и прочее, прочее, прочее. Увидеть его крайне сложно. Есть описание в русской культуре, когда Домового могли увидеть, прижавшись, так сказать, к стене через острия, там, бараны под яслями, где-то, значит, в коспостройке, вот, забившись, можно увидеть. Ну, у хакасов считается, что тех или иных духов можно увидеть из-под мышки, если заглянуть, посмотреть не очень, так сказать, обычно, то есть это, как бы, имитация глаз на спине. Ну, в целом, судя по описанию, это существо, ну, во-первых, обладает способностью менять облик, во-вторых, оно чуть ниже роста обычного человека, как правило, ростом с ребенка, сильно волосатое, вот, и достаточно такой вот, не по росту сильный, опять же. Собственно, Домовой, несмотря на то, что он невидим, он очень хорошо слышим, и 99% всего того, что мы о нем знаем, это через звуки, бормотание, пение, значит, переворачивание тех или иных предметов и прочее, прочее, прочее. Находится он, как правило, в местах общего пользования, причем очень важно, чтобы было сохранено соотношение. Место нахождения домового, с одной стороны, труднодоступно для всех, а с другой, оно практически находится в центре. Это либо место под печью, либо расстояние между стеной печи и, значит, простенком, вот, перегородкой, либо это чуланы какие-то, так сказать, будь они имеются, или же подполье, то есть там, собственно, Домовой себя чувствует вполне уютно. Его главный конь это кошка, который иногда начинает беситься, что называется, ведет себя неадекватно и говорят, что Домовой на ней горцует, так сказать, и объезжает ее, видимо. С одной стороны, об этом говорить легко и приятно, и можно очень долго говорить о Домовых, а с другой, не очень понятно, для чего, собственно говоря, вам это нужно, потому что Домовой в контексте городской квартиры в состоянии появиться только в прихотливом воображении мультипликаторов, ну, или там, авторов сценария, так сказать. По определению Домовому в условиях искусственной среды обитания делать нечего. Он очень плотно связан с природными, так сказать, проявлениями, прежде всего, с живой землей, вот, с подворьем, с хозяйством. Не случайно в славянской мифологии образ Домового четко ассоциировался с богом, покровителем скотоводства Велесом. Вот, то есть в этом плане, конечно же, Домового воплощал в себе, с одной стороны, действительно предка, который внимательно наблюдает и по мере возможности поддерживает своих потомков. С другой стороны, он еще известен домовой, дворовой. Домовой, который не живет внутри дома, а обитает, так сказать, вокруг. Он как раз-таки и, ну, чуть более злобный. Чем дальше, значит, существо нежить удаляется от центра жилища, тем она все более подозрительно относится к человеку. С ней можно договориться, но сделать это сложнее по мере удаления. И с дворовым, конечно же, гораздо сложнее человеку общаться. С другой стороны, это нужно было делать, потому что от его пожеланий зависело материальное благополучие крестьянина. Дворой обладает способностью подсказывать, какую, так сказать, скотину можно выбрать, купить, каким образом можно за ней ухаживать. Он сам это с удовольствием делает, прикармливает, очищает, избавляет от заболевания, либо не дает просто заболеть скоту, готов изгонять там воров, если они там проникают, так сказать, и пытаются этот скот забрать. Так что вот в этом смысле божество древнее, мощное Велес вполне, так сказать, сохранился как некий архаизм, своего рода рудимент культуры в образе домового, дворового. И это вторая ипостась этого существа. Но, тем не менее, вопрос по вес в воздухе, а для чего это вам нужно знать? С одной стороны, действительно, смысла вроде бы нет, а с другой, уверены ли вы, что ваша сегодняшняя жизнь, собственно говоря, и будет протекать только в пределах асфальта, там, брусчатки, набережной или же квартир? Тут угадать невозможно, и минимальные знания о нормах и правилах поведения за пределами городской местности, конечно же, вам пригодятся. Тем более, что они в себе не несут никаких там сверх норм. Дворового домового обихаживать практически не нужно. Нужно просто следовать его инструкциям, советам, и этого ему достаточно. Что касается домового доминника, да, с ним нужно обращаться так, как вы обращались бы, собственно говоря, со своими, ну пусть даже как бы и весьма отдаленными родственниками. Он подкармливает домового, он это любит, там, иногда рачительная хозяюшка, так сказать, наливает кашки, разбавляет молочком, поставит в подпол. Когда переезжаешь с места на место, ни в коем случае нельзя домового оставлять, потому что он воплощает собой счастье, благополучие и здоровье семьи. Поэтому существовала практика, заманивая его в особый мешок и перенос его, так сказать, выпускали его уже в новом дому. Прошла кошка, прошел скакун домового, ознакомила с окрестностями, выбрала хорошие места, определила не очень хорошие. Ну а следом, собственно говоря, запускали домового. И люди, которые старались выстроить свою жизнь на диалоге с иными мирами и той самой иной жизнью, они, как правило, во всяком случае, под внимательным взором крестьянского сообщества, жили чуточку лучше, преуспевали чуточку быстрее, чем, собственно говоря, те, кто игнорировали, а таких всегда было достаточно, вот эти простые нормы общежития с представителями мира иного, ну, пожалуй, наверное, его можно смело оценивать как представитель параллельного мира. Есть такие миры, нет таких миров, вопрос остается открытым, но, собственно говоря, человечество потому и сумело даже до наших сегодняшних дней, что мы старались учитывать все многообразие этого мира и в какой-то мере старались с теми или иными проявлениями, которые не в состоянии постичь наша логика, договариваться в том числе и рациональным путем. Поэтому образ домового актуален и по сей день, опыт наших пращуров полезен нам и по сей день ровно настолько, насколько мы являемся частью матушки природы, равно точно такой же частью, правда, с обратной стороны, этой природы является и по представлениям наших предков домовой. Итак, дорогие друзья, буквально набросал, что называется, короткими мазками вот эту картину домового и резюмируя вот этот сюжет, я хотел бы в какой-то мере заметить, что именно подобные образы домового, дворового, дальше у нас еще позже пойдет речь о байнике, обовиннике и прочее, они позволяли людям решить проблему насыщения интуиции, логической сферы, сферы эмоциональной информации. Как можно жить после жизни? Что нужно сделать для того, чтобы все, что мы сегодня делаем, не пропало в туне и не прошло просто так зря? Если человек не в состоянии подсказать, говорит народная память, он в состоянии создать образ подсказчика, и таковым, несомненно, являлся добрый, отзывчивый, либо наоборот капризный, противный, но от этого не менее свой, не менее верный домовой. Спасибо. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, наши сюжеты, знакомьтесь с нашей информацией. Мы не обещаем, что ваша жизнь станет гораздо лучше, но то, что она станет гораздо интереснее и насыщеннее, это мы вам гарантируем. Субтитры создавал DimaTorzok